Всем привет, с вами Никита, мы, ребята, сегодня играем опять в хищные машины, в каретскар третью часть, но в этой серии мы с вами попробуем узнать, какие из боссов самые прибыльные. Давайте, ребята, посмотрим, какой из боссиков нам принесет больше всего рубинов, чтобы в будущем понимать, с какими боссами есть смысл сражаться, чтобы накапливать эти рубиночки, самоцветы и прокачивать новые тачки, которые мы с вами открываем. Я взял локомашину, возьму максимум дронов, все гаджеты, последнюю сильную бомбу Валентинка и будем, ребята, сейчас по порядку со всеми боссами играть, посмотрим в итоге, сколько за сбитого босса нам дают рубишек. Поехали, ребята, давайте начнем с подземелья, первый босс у нас Хрущ. Так, ну что, ребята, давайте начнем с Хруща, посмотрим, за Хруща дают ли какие-нибудь рубинчики именно за вынос этого боссика. Так, мы будем специально другие тачки не убивать, вот мы только что 13 рубинчиков за этого Скорпиона нам дали, но пока другие тачки мы не убиваем. Так, вот он, ребята, появился, Хрущ, сейчас мы его быстро, я быстро буду его раскатывать. Валентинку, готово, готово, две Валентинки, ребята, скинули, нормально, нормально, главное, никакие тачки другие не уничтожать. Так, ну смотрим, мы только 13 рубинчиков за сбитого собрали. Так, и того, ребята, смотрите, за Хруща дается ноль, никаких бонусов, вы только получаете самоцветы за то, что собираете рубинчики, либо убиваете другие хищные тачки, которые на вас нападают. Окей, ну что, давайте посмотрим, ребята, а что же будет с Черепахой, а может быть после последних обновлений разработчики уже что-то подкорректировали. Так, смотрим, Аллигатор, 23 за Аллигатора, ну тут уже побольше, там было за Скорпиончика 13. Так, ладно, идем, ждем, когда, ребята, появится Черепаха. Вот она появилась, Черепаха, Черепашка, Черепашка, ну мы еще, видите, походу рубинчики собираем. Так, Черепаха, Черепаха, нам надо как-то раз, два, пару Валентинок сбросили. Ладно, надо ехать за жизнью, уже ничего не поделаешь. Будем, походу, что-то собирать. Так, вот она, отлично, ребята, отлично. Ну что, сейчас мы добьем эту Черепаху, наверное, уже у нас три бомбочки есть. Так, одна Валентинка, вторая, третья, еще одна. Ну что, может последняя, уже финальная есть. Так, смотрим, ребята, там было 236. Тоже, ребята, за Черепаху 0. Мы собрали 145, и мы несколько-несколько с вами вынесли хищных тачек. За них нам дали 91 рубинчик, поэтому Черепаха нам тоже никаких, ребята, бонусов не приносит. Очень обидно. Так, ладно, а давайте последний из новых боссов под землей, это Магмазавр. Посмотрим хотя бы, сколько здесь стоит хищная тачка, которую мы сбиваем. Эти тачки, которые нам попадают под эта маленькая тачка. 18, ребята. Зато тачку 18 дают тоже, в принципе, немного. Так, я не хочу никуда уезжать, ничего собирать, чтобы точно было понятно. Так. Ух ты. На тебе, Валентинку. Две, ребята, Валентинки ему зашпулил. Если кто-то еще не открыл эту бомбочку, обязательно, ребята, открывайте. Бомбочка нормальная. Так, локомашина, удобно играть. Будем... Давайте еще Валентинку, наверное. Опа, еще одну, ребята, Валентинку. Все, сейчас нам главное правильно балансировать. Есть. Ну, мы только одну тачку за 18 сбили. Самоцветов. Смотрим, ребята, Магмазавр. Сколько нам приносит? Ничего не приносит Магмазавр. Ребята, тоже ноль. Ну, хорошо, давайте. Выходим тогда. Давайте поднимемся на поверхность. Посмотрим, что же те босики, которые у нас есть в городе. Так, ну окей. Капрод. Капродик. Смотрим, сколько здесь. Десять. Тут вообще, ребята, за тачку, которая на нас напала, десяточки. Нам подкинули. Капрод появился. Так, капрод, капрод. Пытайтесь нас кусать. Не даем. На тебе. Валентинка его вообще, ребята, отбросила. Я не хочу собирать рубиночки. Нам будет только Миша потом подсчитывать. На тебе еще одну, Валентинку. Еще одну. И еще одну, ребята. Окей. Мы только десять за сбитого взяли самоцветов. Смотрим. Сколько стоит капрод, ребята? Ничего не стоит. Капрод тоже у нас ноль. Так, неужели бесполезно дальше идти играть по другим босикам? Неужели все будут нули? Ну, капитан ведра, мы помним, что, да, за него нам подкидывают там неплохо. Так, ну, неужели другие боссы, кроме капиташки, нам приносят ноль? Так, погнали. Тормозим. О, сразу смотрим за сбитую тачку полицейских. Двадцать. О, тут побольше. Молния. Появилась, ребята. Так, надо под нее куда-то, опа, залезть. Ладно. Начнем с Валентинки. На тебе еще одну, Валентинку. Так, там вторая тачка сбитая, сорок. Ну, тут будет легко считать, за тачки нам дают, за тачки нам дают. Опачки, есть, ребята, фу. Так, ну что, там, по-моему, еще кого-то сбили. Или собрали рубинчики, было сорок восемь. Да, ребята, здесь тоже, за молнию ноль. За молнию ноль. Так, ну окей, давайте дальше продолжим. Пойдем по порядку. Ладно, раз мы уже здесь появились на локации зима, давайте выберем айсберга. Посмотрим, сколько нам сейчас принесет, ребята, айсберг. Нам за эти тачки хищные подкинут какие-то еще рубинчики. Так, стоим, ждем, кто у нас нападет. Тридцатку, но здесь, ребята, уже больше всех. Тут, как бы, и уровень посложнее. Ждем. Где он там? Не появляется. Вот он, айсберг появился. И еще и тачка напала. Такс. Давай, иди сюда. Будем пытаться в этой ямке его, может, зажимать. Такс, 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 зажмем его. У нас на локомашине стоят такие вот ножички. Этими ножичками мы пилим, но ничего особо, ребята, не отпиливаем. У локомашины, походу, урон какой-то слабоват. Так, давай, раз тебе, Валентинку, два, три, три. Ух ты, ребята, Валентинок, мы, конечно, приложили так нормально. Классная, очень классная бомба, мне нравится. Не могу, смотри, не могу его поднять. Ё-моё, он сбил нас. Ладно, приходится нам восстановиться, чтобы уже его в конце концов добить. Ну что, давай, добивайся ты. Смотрим, сколько, ребята, нам за айсберга. Итого. Ничего, ребята, за айсберга тоже ноль. Нолик нам айсберг приносит. Окей, давайте дальше. У нас есть ещё такой король севера. Если мы уже продолжаем идти по этой локации зима. У нас северный полюс, здесь король севера, ребята. Так, ну поехали, ребята, давайте попробуем. Завтра посмотрим, сколько нам дают. Ну-ка, зайдите за этих ильичал их 25. Так, сразу бомбочку. Я вроде в самом деле садил в роли бомбочку одну. Ещё две, ребята. Ну половину жизни отняли. Ну ничего, мы восстановимся. На, ещё тебе, ещё. Короче, все бомбы сливаю я. Ну, походу, видите, походу нам приходится собирать рубильчики, потому что такой вот сложный здесь босс. Так. Хотя мы, в принципе, увидим. Видите, он нас быстро уничтожает. Мы сейчас восстановимся и посмотрим. Так, ребята, восстанавливаемся. Добиваем. Опа, пока не получается добить. Всё, давайте добьём этого снегоуборщика. Не хочу больше собирать никакие лишние рубины. Ну никак не добивается. Отлично. Ну я думаю, ребята, будет ноль. Мы 147 там собрали всего вместе со сбитыми. Так и остаётся, ребята, 147. Короче, у нас, ребята, король севера тоже нолик приносит. Хорошо, у нас ещё остаётся подлодка. Давайте посмотрим, сколько нам сейчас подкинет подлодочка. С подблодкой, в принципе, придётся долго сражаться. Броня у неё очень мощная. Такой железный, самый бронированный из боссов. Давайте, может, тоже спины крутанём в надежде, что урон. Хотя побольше урона, побольше бомбочек. Броня отлично. Да, ребята, 4 бомбы. То, что надо. Так, погнали. Заодно посмотрим, сколько будет за этих пиратиков. 20, ребята, за пиратов 20-ку. Немного. Так, эти рубиночки. Не хочется их брать. Хотя мы так, в принципе, будем видеть. Так, 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 ну-ка, давай подлодочка. Иди сюда. Надо тебя где-то здесь прижать. Вот так, и будем пилить. Хотя у меня 7 бомб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ух ты, бомбёг мы скинули. Ребята, нормально так? Я чувствую, мы проиграем. Ладно, поехали за жизнью. Опа, есть. Взяли ребята жизнь, но вызвали коптера. Так. Доходи под лодкой. Наверное, уже разделаться. Так, давайте под неё подлезем. Не даёт нам. На тебе бомбу. Может, тебе ещё одну бомбу? Всё. Распилили мы её. Там было у нас 191 рубин. Со сбитыми. То, что мы собрали, так и осталось, ребята. Увы, подлодка тоже нам даёт ноль. Какой можно сделать вывод? Пока ни один босс, ничего. Никакие рубины, ребята, он не приносит. Кроме капитана ведро. Сейчас давайте ещё раз посмотрим. Сколько рубинов приносит капитана ведро. То есть, есть смысл играть только с капиташкой. Берёте более-менее сильную тачку. Берёте дроны. Так же сбитого здесь. Трицаточку. Неплохо. Так. И под капитана ведро залазите, ребята. Ё-моё. Боссик этот большой. Под ним легко находиться. Тачку надо брать, которая не уезжает, никуда не убегает. Так. Вот так балансируем, балансируем. Ладно, пускай она нас наедет. Так. Иди сюда капитан. Вот, хорошо. Так. Ладно, давайте здесь с ним. На тебе. Один, два. Есть, ребята. И вы видели, сразу там стало 3069. Рубинчика. Было 69, и стало 3069, ребята. То есть, за капитана ведро мы получаем 3000 рубинов. То есть, есть смысл, если вы хотите максимально быстро собирать рубины, чтобы прокачивать тачки, играете с капитаном ведро. Только за капиташку вы получите 3000, за каждую сбитую другую тачку еще по 30. В итоге, мне раньше здесь удавалось по 7000 рубинов. Даже где-то под 8000 за одно сражение собирать. И таким образом можно до миллиона рубинов даже спокойно насобирать. И прокачать все тачки. Ну что, ребята, такой у нас получился видосик. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорого. Пока-пока.